Приветствую всех, кто смотрит, не забываем поставить лайк и подписаться, кто еще не подписан. По шоссе, Псков и Рига, с стороны, Цесеса везжаем в Сигулду. Сигулда, город в центральной части Латвии, административный центр Сигулдского края. Один из важнейших центров туризма в Латвии, расположен в 50 километрах к северо-востоку от Риги на реке Гауя, в пределах национального парка Гауя. Датой основания считается 1207 год. Год основания ордена меченосцев замка Зигвальд. Богатые события неистория оставила вокруг Сигулды замки и крепости, самой главной из которых является воссозданная недавно крепость Турэда. В 1949-1962 годах Сигулда была центром Сигулского района Латвийской СССР. После восстановления независимости Латвии в 1991 году власти Сигулды стали заниматься сохранением ее наследия и развитием туристического сектора. На руинах замка близ города устроили оперный фестиваль на открытом воздухе, в мае отмечают День города, совпадающий с цветением вишен. В зимнее время популярны лыжный спорт, бобсли и санный спорт, а банджи-джампинг доступен в любое другое время года. Между Новым Сигулским и Турэдским замками лежит пещера Гутмани, из которой вытекает ручей. Это крупнейшая пещера Прибалтики, ее глубина составляет 19 метров, ширина – 12 метров, а высота – 10 метров, на ее стенах сохранились надписи 17-го столетия. В 2007 году был отмечен 800-летний юбилей города. Сигулды известна как центр зимнего спорта, в окрестностях города, единственной значимой ландшафтной возвышенности Латвии. В Сигулде расположена санно-бобслейная трасса, на которой проводятся международные соревнования по бобслею и санному спорту. Из-за живописного расположения, она также является популярным местом отдыха для рижан. Сигулду посещают около миллиона туристов в год. Сворачиваем Свидземис Шоссе и едем далее к центру города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Начинается зона ограничения максимальной скорости в 30 км в час. На такой скорости можно лучше рассмотреть город. Едем по главной дороге в сторону Турэда. По правой стороне начинается парк, названный в честь великого латышского поэта, драматурга, переводчика-политика, общественного деятеля Яниса Райниса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На правой стороне по ходу движения, виднеется новый Сибылский замок. Характерный памятник неоготики, первоначально принадлежал графом Борхом, унаследован Кропоткиными, нынешнее здание возведено в 1878-1881 годах как резиденция князя Кропоткина. Далее меж деревьев виднеется Сибылский замок, памятник средневековой архитектуры, построенный на раннем этапе покорения прибалтийских земель крестоносцами. В Сибылде много прогулочных пешеходных троп по склонам Древней Долины Гауэ. В Сибылде работает канатная дорога, связывающая холмы в Сибылде и Кримулде. Открытая 3 января 1969 года и позволяющая преодолеть 1060 метров над долиной Гауэ. Долгое время являлась единственным подобным сооружением в странах Балтии, но в конце 2015 года канатная дорога над рекой Немунос была открыта в городе Друскененкай, Литва. Музыка 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 С дороги почти не видно, но на левой стороне по ходу движения находятся пещеры Гутмана. Из ее основания вытекает наружу источник чистейшей родниковой воды, которая считается целебной. Впереди по ходу движения виднеется Турецкий замок. Турецкий замок был заложен по велению рижского епископа в 1214 году. Простояв более пяти веков, сгорел, но в последнее время стал воссоздаваться. Вот уже более пятидесяти лет тут ведутся реставрационные работы и научные исследования. На сегодня воссоздана часть стен, северная и южная башни, а также башня со смотровой площадкой, расположенной на высоте 26 метров. Вокруг Турецкого замка находится парк скульптур и музей под открытым небом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем, кто посмотрел до конца, не забываем про палец вверх, и подписаться, кто не подписан, всем удачи и до встречи в эфире.